Закон о такси действует в России уже больше года, но споры о нем до сих пор не утихают. В минувший четверг реализацию желтого закона обсудили на заседании Общественной палаты при Государственной думе Российской Федерации. Хотел бы сказать, что те мероприятия, которые проводятся на площадке Общественной палаты, они прежде всего важны нам крайне для того, чтобы в будущем та работа, которая ведется в том числе в области подготовки законно-формативных актов в области изменений и упринятия законов в этой области, чтобы все те высказывания экспертов, они могли тоже находить отражение в нормотворческой деятельности. А это крайне важно, ведь закон принимали люди, не имеющие отношения к этой сфере. На встречи поднимались как проблемы парковок и выделенных полос для легальных таксистов, так и вопросы безопасности пассажиров. В обсуждении участвовали обе стороны и контролирующие органы и представители таксистского сообщества. Наш регион также должны были представлять двое, однако ивановские чиновники заседания федерального масштаба проигнорировали. Отдуваться за всех пришлось председателю профсоюза таксист Роману Круглову. Вот сейчас здесь вопросы поднимались. Столько по столице, Санкт-Петербург и так далее. Крупные города миллионные. В Ивановской области у меня конкретно есть первичная территориальная организация в маленьких городах, где стоимость проезда стоит 50 рублей через весь город. Налоговая составляющая, налоговое время на этих водителей точно такое же, как на водителя такси в городе Москва. 24 500 здесь, 24 500 там. Только по 50 рублей человек, посчитайте, сколько должен сделать заказ. Помимо Ивановского профлидера, таксистов из небольших регионов на заседание не представлял никто. Речь шла в основном о Москве и других крупных городах. По итогам встречи Роману Круглову было предложено войти в состав комиссии и рабочей группы по такси при Общественной палате Российской Федерации, чтобы он представлял интересы перевозчиков из небольших городов. Наталья Романова, РТВ Иванова, Москва.